всем привет вы на канале антик бутик меня зовут валерия сегодня будет не совсем обычное видео поэтому буду благодарна если вы в комментариях напишите понравился ли вам такой формат и стоит ли к нему возвращаться время от времени а мы смотрим в представлении многих антиквар это очень пожилой мужчина низко склонившийся над столом чтобы рассмотреть в лупу интересный предмет раньше наверное так и было но времена меняются и благодаря глобализации наши возможности увеличиваются и получить знания стало намного легче поэтому такая профессия как антиквар уже не прерогатива мужчин есть у антиквар в своей специализации моя это европейский фарфор немножко мебели и столовое серебро время от времени ко мне обращается за консультацией я не даю ни платные не бесплатные потому что в сутках всего 24 часа и приходится очень тщательно выбирать на что их потратить но если у людей есть потребность я подумала что было бы интересно снять видео на эту тему в нем я покажу какие бы предметы я сто процентов не купила бы и объясню почему сегодня поговорим о статуэтках их любят подделывать больше всего это просто кладезь фейков есть такие которые выглядят ничего например это статуэтка румынской мануфактуры а про у них были неплохие мастера они активно воровали идею мануфактур тюринги и иногда у них получалось очень даже неплохо ничего не имею против таких статуэток если четко обозначена кто ее сделал и у нее соответствующая стоимость если она вам к чему-то очень подходит то почему нет мы рассмотрим сегодня другие варианты эта статуэтка издалека выглядит неплохо заявлено что это эрстбон и сыновья но то что на клейме изображена корона и есть латинская буква n совсем не означает что это обозначенная выше мануфактура а написанная карандашом слова рудольштад не обязательно должно быть правдой при покупке статуэток обязательно обращайте внимание на детали у меня дома фарфоровая люстра эрнстбоне и я не раз держала в руках его работы поэтому знаю что они эстетически очень привлекательные если рассмотреть другие фотографии этой статуэтки то мы увидим что есть проблемы и с лицом и с руками и даже с пропорцией тела я бы прошла мимо нее однозначно кстати стоимость на эту статуэтку была не такая чтобы маленькая 99 евро еще один не дешевый фейковый красавец хорошо что у него не написано made in germany на поделках часто так делают поэтому не всегда стоит верить написанному кроме того что он дорогой и внешне не очень привлекательный у постамента еще и ужасно яркий неестественный цвет может кто-то скажет что это вкусовщина но нет на известных немецких мануфактурах работали хорошие мастера и с эстетикой у них все было в порядке поэтому я советую однозначно проходить мимо таких статуэток но или если очень хочется то по крайней мере искать их за разумную цену еще одна парочка из этой же серии те же яркие цвета под кобальт но эта краска и абсолютно невразительные плоские лица как вы думаете сколько они стоят по вам 139 евро вы сейчас видите скриншот сайта ибэй и сегодня я обсуждаю только реальные лоты выставлены в интернете кто-то может сказать эта пара такая милая но я считаю что не надо перекружать свой дом особенно такими вещами поэтому даже если бы эти статуэтки стали 5 евро я бы предпочла на эти деньги купить себе мороженое это еще один вид ноу на им статуэток я такие кстати люблю в них удобно например зубочистки хранить я также для блеска для губ использую мальчика на заставке например хранит мои кольца которые я часто надеваю тут мальчик достаточно симпатичны странное клеймо меня бы не смущало но мне не понравилась цена поскольку это все же но он им то и стоит статуэтка должна соответствующая эта статуэтка хоть и дешевле но она настолько не гармоничная у меня настолько невыразительное плоское лицо что я бы не купила несмотря на то что у нее тоже есть подставка для хранения в отличие от предыдущих статуэток эти девушки как раз очень выразительны посмотрите какие у них лица каждая со своей эмоцией своим настроением это работа немецкой мануфактуры ends к сожалению статуэтка сильно повреждена а у меня нет знакомых реставраторов поэтому я вынуждена от нее отказаться я покупаю вещи со сколами если они редкие и классные вот на этой статуэтки есть два скола но не небольшие незаметны и не мешают наслаждаться произведением искусства сразу без поиска реставратора статуэтки с барышнями сами барышни не повреждены и я буду рада если она попадет хорошие руки тому кто сможет восстановить юбку и накидки сейчас пойдет интересная подборка фальшивых статуэток фриды х великого это достаточно одиозная фигура в истории германии чтобы он стал ближе любителям фарфора напомню что за основу серии сан-суси филипп розенталь взял декор летней резиденции построенная для фридриха великого и в проектировании которой тот принимал непосредственное участие но в истории германии он конечно известен не этим это был прусский король заложивший основы германской государственности поскольку фридрих был значимой фигура в истории создавались и его бюст и статуэтки на их популярности кто-то решил подзаработать состав много фейков сейчас перед вами одна из таких статуэток создали ее на мануфактуре но индорф вот как выглядит ее клеймо название как бы на немецком еще и орла на клеймо посадили с намеком на старинный фарфор германии и селезии но пусть вас это не вводит заблуждение работали на этой мануфактуре мастера сродни румынским есть работа получше есть работы похуже но все это не более чем подражательство среднего иногда ниже среднего уровня и с отсутствием проверки качества название мануфактуры запомните и учитывать его при покупке таких статуэток особенно когда цена настолько высокая я думала что цена на предыдущую статуэтку сильно завышена когда я ее увидела то подумала ничего себе цена для но индорф но тут мне попалась их же статуэтка которая еще дороже лицо у нее более выразительное хотя все еще плоская и обратите внимание одежда так раскрашена как будто это детская раскраска не тонов не полутонов мне эстетически не нравится она и цена чересчур завышена поэтому я прохожу мимо таких вещей это еще одна вариация на тему фридриха несмотря на то что это полный провал продавец выставил ее за 110 евро с лицом совсем не сложилось так иногда бывает с кобальтом если не умеючи с ним обращаться здесь кобальта в принципе нет и такое впечатление что автор высказал личную неприязнь к персонажу одежда опять окрашена как в детской разукрашки причем ребенка лет шести семи и смотрите что я заметила очень часто фейковые статуэтки внутри полы поэтому при выборе статуэтки для себя обращайте на это тоже внимание если вы думаете что цена 100 евро это предел стоимости подделки то я вас разочарую вот вам красивые в кавычках статуэтки с баснословной ценой в 1900 евро 200 и 2800 евро наверное такая цена по мнению продавцов убедит нас что перед нами оригинал давайте рассмотрим эти статуэтки более детально здесь лицо уже получше видны мимические морщины хотя определенная ненатуральность присутствует вас не покидает ощущение что это маска дальше эти ужасные полоски на ленте опять отсыл к детской разукрашки мне все время кажется что это срез дерева внизу отвратительные зеленые пятна возможно это имитация травы но больше похоже на то что собаки испачкали лапы в краске и оставили следы и ко всему вышеперечисленному по дну идет огромная трещина что не помешало выставить эту статуэтку за такую высокую цену у статуэтки что за 200 ужасное лицо фридрих великий похож здесь на травести не умеющего пользоваться декоративной косметикой от слова совсем я ничего не имею против травести но фридрих великий к ним не относился тем не менее его наградили серебристыми тенями подведенными ресничками и блеском для губ по-другому этот неестественно цвет на губах воспринимать нельзя цветы на шапке разрисовал видимо трехлетний ребенок настолько неаккуратно все сделано и паркетная доска на груди ни одна уважающая себя мануфактура такого не допустила бы третий фридрих за 2 800 ничем особо не отличается от двух предыдущих разве что ценой и если вы думаете что такие статуэтки слишком далеко от вас и вам не попадутся мне придется вас разуверить эта статуэтка например год назад продавалась на авито все это пародия на работу известного немецкого скульптора художника йохан готфрид шадов который учился в свою очередь у придворного скульптора фридриха великого а значит бывал при дворе и видим прусского короля йохан готфрид шадов был потрясающим скульптором и одна из его работ красуется на бранденбургских воротах берлине а именно квадрига с богиня победы мог ли скульптор такой величины создать эти кошмарные статуэтки конечно нет но он действительно создал статуэтку фридриха великого и вот как она выглядит на самом деле эти две нашла уже на сайтах в россии муж сказал что может готовые статуэтки стащили и просто нелепо их разукрасили так иногда бывает но я специально сравнила два лица слева слишком узкое лицо с утрированными морщинами а справа лицо человека если вам очень хочется иметь статуэтку фридриха великого но стоимость фолькштейтской для вас слишком высока есть статуэтки других немецких мануфактур где король пруссии похож на человека они на монстра из страшилок одна из них сделана на мануфактуре мюллер фолькштетт а другая на мануфактуре хучинройтер если вам сегодня было интересно и вы хотите чтобы я и дальше делала разбора винтажных антикварных предметов и не только статуэток дайте мне пожалуйста об этом знать в комментариях и конечно мне будет приятно если вы поставите лайк этому видео именно так вы поддерживаете меня и алекса помогая каналу развиваться а на сегодня у меня все до новых встреч пока пока